Всем привет! Вы на канале Iron Rabbit. Очередное утро в средневековье. Это Medieval Dynasty. И пока осень, пока снега не выпало, я думаю, что пора нам усовершенствовать свои инструменты. Кстати, я посмотрел, у нас открыта похлебка. И мы можем назначить повару нашему готовить более нажористые блюда. Потому что жареное мясо еду восстанавливает очень плохо. Да, давайте посмотрим. Капуста и мясо, и деревянная чаша. Это у нас есть, да? А мы не можем. Получается, убираем полностью жареное мясо. Хотя, может быть, не полностью, давайте. 20%. Да нет, давайте полностью, там уже нажарено этого мяса. Фиг знает сколько, можно не один год прожить. Да, похлебка, интересно. Пять похлебок она за день будет готовить. Ладно, посмотрим. А, зря вышел. И в дереве технологии хочу разблокировать себе... Так, это рыбацкая хижина. Кузница. Пора медные инструменты учиться делать. Медный нож, медная стрела, медный топор. Медная мотыга. А есть у меня столько денег? Недостаточно монет. Увы. Так, покушать надо. Давайте капусточки рубанем. Потому что даже... Вот жареное мясо восстанавливает... Сколько? Шесть единиц. А если взять просто капусту... То семь. То есть капуста более сытная. Тухлый лук отравления. Ничего себе 92%. Это... Кони двинуть можно с такой луковицы. Вот. Ну, собственно, пусть они работают. А я побежал. Побежал добывать медь. А, еще вот что можно было разблокировать. Давайте, опять же, дерево технологий. Швейная лавка. Кошель. Да? Кошель тоже не могу. Кожа и ветки нужны. Сколько? Восемь кожи на него надо? Ну, я думаю, что это должно быть какое-то дорогостоящее мероприятие. Кстати, по поводу камней. Да? С каждым сезоном, все-таки, стройматериалы обновляются. Камни новые появляются. Ветки новые появляются. Ну, это и логично. Да? Потому что ветки с деревьев падают. Камни тоже. Ну, с учетом того, что берег каменистый, могут выдавливаться из почвы. Кто огород копал. Да, вроде-то, к весной перекопали. Все камни собрали. А на следующий день, точнее, на следующий день, на следующую весну опять копаете, опять камней дофигища. Сколько пенечков. Интересно, кто это тут лес нарубил? Бегу я сейчас в шахту. Она вот где-то здесь располагается. Ой, нет, не здесь. Где-то вот здесь. Между Браницей и Бараницей они располагались. Сейчас забежим, посмотрим. Не помню. Можно, конечно, было поспрашивать, да? У кого инструменты продаются. Ну, вот, либо в Леснице, либо в Баранице продаются хорошие инструменты. Но, правда, у нас денег нет их купить. Ну, посмотрим, может быть, есть возможность что-то продать. Уже сейчас ковыряться не буду, но, может быть, что-нибудь продадим. У нас, в крайнем случае, там духи есть. Ну, духи мы продавать точно не будем. Это для нашей женушки. Блин, какие красивые желтеющие деревья. Кстати, может, вдоль дороги что-нибудь найдем. Вот какой-нибудь клад валяется. Может, кто-то свою тележку бросил. А мы подберем. Для нас-то сокровище. Мы сейчас любой добыче рады. А что это я бегу с голыми руками? Можно хотя бы лук взять. Вдруг кто-то на мое добро позарится. Так мы вам быстро оформим стрелу промеж глаз. Ой, вороны. Птички. Птички летают. Местные соловьи. Кар-кар поет. Ну, слушайте, какая... Ну, как сказать... Какая долина такие соловьи? Ну, в принципе, к долине-то особо претензий нет. Местечко живописное. Местечко живописное. Так. Мастера с троечкой. Ну, очень простенькие. Слушайте, квесты какие-то. Давайте мы от квеста возьмем. Покажи. Ведра, навоз, шерсть. А давай смотреть теперь, что мы тебе продать можем. У нас, наверное, какой-нибудь кожи меха много. Кожи 30. Ну, не так-то и много ее. Меха. Ну, меха много, но он недорогой. Вот. Давай мы тебе потухшее мясо продадим. Для хорошего человека ничего не жалко. Шляпку продадим у нас две. Зачем нам? Простая накидка. Ну, не знаю, пока одежду продавать неохота. Нам ее, может быть, что носить прется. Вот, корзинки можно продать. Шапку не продаем. Шапка нужна. Ну и как обычно бухлишко. Яблочный сок. А что, больше бухлишко нет? У нас никакого. Зелье, зелье. Зелье мы себе оставим. Еще пригодится. Вот. Сидор. Ну, все. Уже 690. Уже на какую-нибудь кирку мы насобирали. А может быть, и на ведерко. Ой, на ведерко. На топорик. Кто тут мне? Ты хотел дать задание? Ну, ты не похож, да? Ну, чем я тебе могу помочь? Ты потерял лук? Может быть, его кто-то украл. Не уверен. Неважно, имеет значение. Мне нужен новый. Смастеритель для тебя. Ну, давайте смастерю лук. Какой тебе лук нужен? Пропавший лук. Задание стекает в этом сезоне. Большой лук тебе нужен. Ммм. А у нас он один, да? Слушайте, ну давайте мы себе возьмем маленький. Тебе свой старый отдадим. Потом себе новый сделаем. Да, я хорош в крафте, конечно. Нелогичен, но хорош. Репутация династии. А бабосиков ты на мне не подсыпал? Мне как-то репутация династии как бы интересует, но не в такой степени. Ну, все. Торгашей больше нету. Не, ну если вот здесь и есть, то это явно сельхозница. А, ну так мы с тобой и торговали. Ну что, где-то здесь пещерка? А не вон там она за деревьями? Мне кажется, она там. Что точнее, не она там, а это она. Ну, так точно. Она самая. Где у нас кирка? Погнали. Чего ж тут медлить? Прям сразу с входа залежи меди. Кирка будет разлетаться только в путь. Медная руда, камень, да? Ну, ничего. Она даже исчезает, руда. Понятно. Слушайте, удобно. Не забуду уже, что где собирал, где не собирал. Не, ну, кстати, добывается-то неплохо. И камня много добывается. И руды много добывается. Соль, камень. А что у нас там в управлении? Кто там пострадывает? У кого? Чего? Не хватает. Производство земледелия. А, ну, понятно. То, что навоза нет, это мы в курсе. Ничем не можем помочь. Там, конечно, очень много капусты у нас выросло. Можно ее сгноить. Ну, блин, это же еда. Нам пока еда нужна самим. Если у нас будут оставаться остатки еды, конечно, эту капусту можно пустить на удобрение будет. потому что у нас еще целая зима будет впереди. Так, давайте сначала левое крыло обследуем. Ну что, можно будет соль продавать. Соль, я так понимаю, особо незачем не нужна. Может быть, только если рыбу солить. О, тут олово даже есть. Отлично. Я думаю, только медь. Оловянная руда. А, я уже, наверное, собирал олово. Потому что 13, откуда у меня столько? И надо посмотреть, какие инструменты крепче у нас медные или оловянные. Но по логике вещей все-таки медь должна крепче быть. Медь довольно-таки кажется мягким материалом, но на самом деле не такая уж и мягкая. А, у меня бревен нету, бревен. Я вообще красавчик. Даже не посмотрел. Ну, что ж поделать. блин, там еще у кого-то что-то закончилось. Вот так и уходи из деревни подалеко куда-нибудь. Все производство станет. Кто там опять не справляется с вами? Ладно, придем в деревню. Все посмотрим, пока не понимаю. Я думаю, что все-таки этот на полях работники не вывозят. не хватает им инструмента. Ну, не инструмента, а удобрений. А всем остальным должно всего хватать. Ну, да, вон, фермерский домик и нарисован. Слушайте, какая большая пещера. Я тут так и заблудиться рискую. Увлекательное занятие, конечно, но что же делать? Хочешь потом нормальный инструмент получить, придется пострадать фигней. Может быть, конечно, какие-то залежи я и пропускаю, но что же делать? Я не идеальный добытчик. добываем все подряд, соль, медь. Интересно, это обновляется ежегодно или ежесезонно? То, что обновляться должно, это по-любому. Слушайте, надо уже наверное в сторону дома выдвигаться. Кирка в любом случае скоро закончится. Так, надо доломать, конечно. О, новый уровень добычи. Сейчас может кирка у нас меньше ломаться будет. Навыки, добыча. больше опыта. Лопаты меньше ломаются. Слушайте, давайте в опыт вкачаемся, быстрее будем прокачивать. я все-таки считаю, что у вас непонятных ситуаций первостепенно надо уходить в развитие опыта. Так, а то же там на выход? Да? Из пещеры? Ну да, на выход. О, тут тоже что-то есть. Какие-то минералы были. оловянные залежи. Оловянная руда, ну, ладно. Оставили чуть-чуть, пусть нарастает по новой. Давайте сейчас к вот этим ребятам заглянем. Срубим им там дерево, потому что вдруг бревно понадобится, а у нас бревен целый ноль. Вот железным инструментом работать одно удовольствие. ну вот и бревен теперь миллион. О, льняная нитка по-любому должна у торговца здесь быть. Если тут есть торговец, конечно. показывай мне свои товары. Да, у тебя одежда, кстати, неплохо. Прямо по одежде у тебя все хорошо, но у нас с одеждой тоже все нормально. Понятно, только льняная ткань. А, льняная нить под слеповат я. Давайте парочку купим для начала. Ну, чего ты так дверь открываешь резко, а эти люди будут идти. Зашибить же можешь. Ну, у него инструменты, да? Типа. Ну, что, ребят, сидите, скучаете. Есть среди вас, толковые. Есть, кстати, девочка-то ничего. Запомнили. Ну, поля заброшены. с таким отношением к сельскому хозяйству вы многого не добьетесь. погнали напрямую через горы. Если кого-нибудь встретим интересного, достанем топор. Потому что лук-то мы свой отдали. Теперь надо крафтить лук. кстати, у нас нитка-то есть. мы можем как раз одну острогу рыбаку скрафтить и себе лук. А там уже зима, весна и все, и лен посадим. Вырастет. Семена льна у нас есть. Слушайте, а тут близко, совсем близко, мы уже все. К берегу выбежали. Птички летают. Ну что, пойду-ка я переплыву. Давайте, чтобы по воде не еще шлепать, так и вырежу этот кусочек. Ну все, добежали до деревни. Лук можно прятать. Идти работать в кузницу. При том, что у нас денежка появилась на инструмент. Так. По инструментам давайте поймем. Дерево технологий кузница. каменный молоток. То есть мы, наверное, оловянное умели уже делать все по умолчанию. Ну и зачем я закрыл? Давайте медный нож у нас медный топор есть. Медное копье. Разблокируем медные стрелы и медную мотыгу. все, деньжик чуть оставим. Создаем оловянных слитков по максимуму сколько получится и медных. И проверяем. Ой, много получилось. Неплохо сходили, кстати. Неплохо прогулялись за добычей-то. Потом там реально надо построить шахту и нанять шахтеров. Так, создать каменный инструмент, каменное оружие. А я медное оружие хочу создать. Ребят, как бы вы чего? смастерить каменный нож. Вот этого я сейчас немножко недопонял. Пойдемте стрелы делать попробуем. Каменная стрела лук. У нас не разблокирована схема большого лука. Вот я дубина. Так, а мешочек хотя бы у нас разблокирован. Давайте дерево технологий. Швейная лавка. Кошель. разблокировали. Ладно, 90 монет осталось. Мы же, наверное, крафтить все равно их не сможем, да? Мебель, декор. Ну, да. Получается, это надо... швейка у нас же есть построена. Все замечательно. Рюкзаки и сумки. Кошель. Ну, посмотрим. Три кошелька сейчас сделаем, посмотрим, сколько они стоят. в то ли дело я вляпался или не в то. А до второй кузницы нам еще, конечно, далеко, да? да не очень-то далеко. Бронзовый молоток, бронзовый топор. Слушайте, или в мастерской это можно сделать? Ну-ка, пока она тут лепит. Ну, на оружие тут ничего похожего нету, да? Все-таки в кузнице это делается. А в кузнице у нас что? создать столько. Мы бронзу даже можем делать. Ну, давайте. Штучек 5 сделаем, пока слитков. Точно. Соло вам же получается бронза. Так. Я гений. на наковальне делается. На наковальне. Все. Бронзовое оружие у нас не разблокировано. Медное оружие. Железное. Медные инструменты. А, все, оловянного оружия нет. Олова только для приготовления бронзы. Нужно. Великолепно. давайте. А я думал два медных слитка на одну стрелу, а два медных слитка нужно на 10 стрел. Давайте 30 медных стрел себе сделаем. Каменные все выкидываем на продажу. и из медных инструментов ни хреново так на топор надо. Давайте делаем три мотыги медных. Ладно, пусть будет две. Пару ножей сделаем. Штучки три ножа даже сделаем и топор. сделаем чтобы у нас были и в хранилище медные инструменты чтобы наши ребятки могли пользоваться нормальными инструментами. Все. Замечательно. Вот день кстати клонится к закату а мы поработали на славу. 97 бревен. Хорошо. Забираем сразу 70 из них. Забираем камень весь и известняк забираем. Всю кожу забираем. кстати да мы хотели посмотреть сколько кошель стоит мы я и мое любопытство. 110 ну неплохо неплохо и даже если мы за половину за 40 за 50 продадим это будет нормально. Так давайте закидываем каменные топоры сюда сразу каменные ножи ножи каменные стрелы мы продадим каменную кирку тоже сюда можно даже один медный ножик скинуть будет радоваться милдреда ничего больше нет кстати деревянный копья тоже продать надо и буду себе потом сделать кстати бронзовый топор есть один есть железный у меня топор руках и бронзовый поэтому медный медный топор можно оставить работником может быть жене пригодится кстати надо было их в сундук положить ну ладно что у нас по настроению все довольны ну вроде все плюс минус теперь быстренько доделываем дом у нас на все это уже материалов хватает стеночки я тут как бы тоже уже подготовил каменными просто бегай стук стук и все и сейчас а досок вот есть только досок да может быть нехватка ну да но зато у нас было много бревен если что и сейчас тут досок нет можно будет самим бревна распилить да досок по факту то и нет ну ладно как раз там освободилось рабочее место можно можно будет создать нам надо 12 60 досок 72 блин блин ну что ж давайте 40 40 бревен распустим на доске этого точно хватит сейчас селим сюда семейство а я смотрю ребятам вообще пофиг где сидеть построен дом не построен лишь бы жопу ранить куда-нибудь и вот то что я сейчас делаю запомните это называется за бо то о людях которые пришли в нашу деревню причем я им за то что они за то что они как бы страдали долго жили в скажем так в тяжелых условиях я им прям кабань их шкур здесь накидаю будет дом один из лучших ну что готовы новоселье справлять управление дома так все вот туда пустой давай родомир пойдет и зигмун зигмун то пойдет а чего вы как бы не семьей переезжаете вы еще пока не там не подженились друг дружке все где вы там готов справлять новоселье да бежишь уже сразу давай удачи сто процентов сейчас там у него сразу в настроение вверх полез ну конечно давайте мы вот этот пережиток вообще изничтожим единственное в сундуке ничего нет хорошо потому что может быть такое а ты еще сюда пришел не надо здесь ничего мести этого дома уже считай нет привычки нет конечно молодец как бы выезжаешь оставляешь после себя порядок но это излишнее радик но я тебя вовиком назвал будешь радиком я думал ты улицу помести будешь не всю улицу помести не надо давайте отдыхать что-то они спать не хотят ложиться перед сном капусту съесть чтоб спалось лучше и спим до следующего утра а ты че не с нами спеши а то сейчас наследника будем с тобой это делать симпатия сто но все замечательно пока что работаем спокойно но все береги а эти на поле что нашли себе удобрения где-то блин вот эти листьев собрать бы на гнил ушка было хорошо что мы еще кстати можем построить что мы еще не строили кстати пойдемте ка в житницу сходим мне вот интересно посмотреть похлебку которую сейчас делаем насколько она так выгоднее чем мясо и где похлебка ее что всю съедают мне не остается но вряд ли она в хранилище будет еда должна храниться ну конечно еда должна храниться там видимо ребятки съели все мне ничего не оставили так давайте по дерево технологии смотрим все это построено хранилище простой дом сарай шалаш землекопов охотничий домик рыбацкий хижина травника не построено здесь курятник не построен но у нас как бы кур пока нет и желания их заводить нет кузница швейная лавка мастерская 2 вот надо поработать в кузнице для того чтобы навыки развить и построить кузницу улучшенную уже либо поохотиться чтобы охотничий домик второго уровня был ну и можно кстати хижину травника поставить и посмотреть что мы можем там производить такая тропинка идет здесь давайте кстати ка мы ее осыпем нормально сделаем дорожка вот так вот к берегу все замечательно мастер есть нормальная дорожка к берегу и вот сюда кстати надо тоже делать нормальную дорожку чтобы по камням ноги не ломать все хорошо здесь здесь вообще все отсыпать надо теперь видите и ходить удобнее вам ребят стало здание охота рыбацкая хижина добыча сарай колодец хижина травника о кстати она маленькая она даже вот так вот тут под бочком хранилища ее можно и присоседить вот прям такая симпатичная получается и даже наверное ресурсов хватит чтобы все сделать может быть она и даром не нужная ну пусть будет все построили я сейчас самое главное качаю себе строительство 100 очков осталось до большого дома давайте изучим хижину травника создать зелья лечебные зелья отравленные боеприпасы ну вот да изучаем ресурсы и делаем не такая же и бесполезная кстати постройка ну что у нас в принципе все есть теперь можно скажем так что-то закладывать на перспективу не знаю в ту сторону расстраиваться имеет смысл или не имеет мы можем большой каменный очаг сделать нам для этого нужны дрова я все дрова в сарай положил так бревна растут ведра надо наполнить будет их житницу глиняные кувшины кстати глиняные кувшины стоят дороже чем ведра это нормально так сразу все забираем что-нибудь да продадим так а зачем я сюда приперся за дровами давайте вот так примерно а ну и бревна можно взять что-то я подтормаживаю немножко вы себе еще нарубите предлагаю вот где-нибудь ну даже не знаю может быть ну вот здесь место симпатичное сделать каменный очаг хотя не давайте вот блин тут не не красиво вот здесь да все-таки вот здесь сделаем каменный очаг разожгли разожгли огонь не столы а стулья вокруг вот так вот этих поставим так будет зона у нас мангальная пусть народ приходит сюда и сидит греется ну кстати можно и четвертое поставить посмотрим зайдет ли вечером это местечко ночью вот так пришел сидишь у костерка травишь байки кто как день провел ну слушайте вообще великолепно ну что посидели надо вставать дальше делами заниматься я просто думал сюда дом еще один воткнуть хотя думаю дом можно и сюда наверное поставить как там противопожарная безопасность что нам гласит по этому поводу ну не так то и да блин близко но ничего страшного я думаю что не будут сильно они возмущаться потому что кто-то костер рядом жжет блин ну согласитесь офигенно смотрится это просто шикардос теперь надо думать кого нам еще к себе приглашать по-любому надо будет человека наверно в кузницу приглашать и кстати с дровяным сараем что у нас там дровяной сарай или он вот здесь дровяной сарай будет до дровяного сарая второго еще конечно чухать и чухать ну вся надежда что будут навыки расти у наших друзей ну как они конечно собирают камень это я просто слов не нахожу культурных ну что вроде неплохо поработали да можно на этом и завершить научились мы делать медные инструменты теперь можно будет поискать другие пещеры и пособирать ресурсы с них в преддверии зимы но пока спасибо всем кто посмотрел это видео подписывайтесь на канал комментируйте оставляйте свои реакции с вами был iron rabbit еще увидимся всем пока пока